30 октября 1961 года был произведен взрыв чистой водородной бомбы с тротиловым эквивалентом 50 миллионов тонн. Расстояние от командного пункта в Белушье до опытного поля 260 километров. Значительно ближе находилась площадка Д-8. От нее до опытного поля 90 километров. Радиосигналы поступали с площадки Д-8, где в подземном сооружении... Следом за носителем в воздух поднимается самолет-лаборатория. Высота 10 тысяч 500 метров. На параллельном курсе самолет-лаборатория. Цель видна. Управление сбросом бомбы переводится на автоматику. На Д-8 включается программный автомат аппаратуры опытного поля. Сброс! Бомба приближается к точке взрыва. Высота 4 тысячи метров. Осталось 3 секунды. 2, 1, 0. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. В этот момент самолет-носитель находился в 45 километрах от места сброса. Вспышкой последующих кричей, несмотря на сплошную облачь, вылетели в радиусе до тысячи километров. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. В это же время с самолета, находившегося в 250 километрах от точки взрыва, был виден огненный купол из раскаленных продуктов взрыва. Огненный купол через 40 секунд после взрыва достиг высоты 30 километров. Этого момента началось постепенное превращение купола в грибообразное облако. В своем конечном развитии оно достигло высоты 60-65 километров. Его диаметр равнялся 90 километрам. В дальнейшем облако начало утрачивать грибообразную форму. В этот период диаметр его основания был равен 70 километрам, а диаметр ножки 26-28 километрам. Вращение на аэродром экипаж самолета-носителя наблюдал облако взрыва с расстояния 800 километров. А вот и опытное поле. До взрыва. Теперь его вид сильно изменился. На десятки километров вокруг опаленная взрывом земля. Разбиты входы в подземные приборные сооружения. На основе даже самых предварительных данных стало очевидным, что произведенный взрыв является рекордным по своей силе. В то же время, в даже наиболее отдаленных от опытного поля пунктах были отчетливо видны вспышка взрыва, длительное свечение и был слышен звук пришедшей ударной волны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok